друзья всем привет вы находитесь на канале я верю в чудеса с вами марина сегодня хочу приготовить блинчики из кабачков и давайте попробуем приготовить значит что нам нужно два кабачка у меня небольших почищенных уже помытых два яйца или одно яйцо то по желанию соль зубчик или два чеснока и мука так начинаем кабачки нужно потереть на терочке на средней добавить яйцо соль чеснок потереть на терочке такой маленькой можно и добавить муки я чеснок режу или можно через чеснокодавку так сейчас приготовлю и с вами увидимся как мой хороший вот такой вот у меня получилось я добавила два яйца соль сейчас добавлю немножечко вот чесночок и мука значит на средней терочке вот такой получается кабачок значит муку и яйца смотрите сами делайте такая консистенция которую вам нравится кто-то любит немножечко чтобы было погуще некоторые пожиже тесто я имею ввиду смотрите такое какое вы любите если добавить и больше муки то у вас получится такие как хлебные блинчики дана побольше как муки хлеба такие хлебные если нету больше получится если больше овощей жиденькая сделать муки поменьше добавить значит у вас получится получится блинчики некоторые называют оладушки мы называем их блинчики ну понятно блинчики они бывают тонкие большие а у нас по привычке мы называем так блинчики кабачковые так я называю значит если добавить муки поменьше и у вас вообще будет побольше жиденько такое тесто значит у вас будет ну как овощные блинчики такие они больше похожи как на хлебушка на хлебушек так давайте сейчас я все это перемешаю и покажу вам так мы хорошие вот такой вот получилось тесто короче смотрите если добавляете 2 яйца она тоже может давать жидкость тесту но потом при жарке она будет нормально смотрите сделайте первую пробную партию и посмотрите как вам вот у меня получилось вот такое вот тесто и начинаем жарить сейчас пожарю первую партию и вам покажу так мои любимые мои хорошие вот смотрите такие вот блинчики или оладушки получается вот на первой партии первый блин не комом я очень старалась чтобы сделать красоту и получилась такая корочка небольшая вы знаете кстати хорошо нужно разогреть сковороду и чтобы блинчики не прилипали и всегда смотрите на консистенцию теста потому что жидко если сильно будет они будут рваться вы чтобы они не рвались добавлять и немножечко муки вот такая красота мои хорошие так пойду посмотрю вторую партию и к вам вернусь так мои хорошие вот еще вторая партия появилась блинчиков вот такая красивая загорелая партия и вот первая партия я очень для вас старалась я бегаю от тарелки к сковородке и поэтому сами понимаете все наспех и на скорую руку мои хорошие это мое первое видео так это пар идет наверно это мое первое видео кулинарное влог у меня конечно это не первое видео а кулинарное видео это мое первое пожалуйста если вам понравилось поддержите меня поставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик и сейчас я немножечко красиво вам попробую оформить мои любимые мои хорошие вот смотрите немножечко вот так оформила это вам мое сердечко в знак признательности того что вы мои верные подписчики мои любимые подписчики это вам мое сердечко моя признательность спасибо большое вам еще раз и кстати если вы хотите я могу тогда сделать и записать видео соус с каким соусом можно кушать блинчики и кстати это еще не единственный рецепт вот таких вот блинчиков кабачков из кабачков если хотите пишите как вам вот такая красота жалко что не передает запах видеокамера и пожалуйста подписывайтесь прокомментируйте что-нибудь я буду вам очень признательна всем мира и добра пока пока говорю вам увидимся в следующем видео пока